Всем привет! Сегодня у нас будет видео история моей подписчицы. Я зачитаю вам ее письмо. И она ждет моего совета и вашего совета, и вообще, как правильно ли она поступила в этой ситуации. Так что давайте приступим. Так, здравствуйте, меня зовут... Ну, не будем, наверное, имя называть. Хотела бы услышать ваш совет и мнение по поводу моей истории. Все началось в прошлом году и даже очень банально. Она познакомилась с турком, он 27 лет, живет в Силеври. Они ни с кем не встречались до меня. Хотя я раньше никогда не общалась с мужчинами данной нации, он нашел способ меня зацепить. Он попросил помочь с такси, так как якобы он собирался приехать на свадьбу к бывшей одногруппнице в мой город. Как выяснилось, со временем это была ложь, чтобы сблизиться со мной. Я ему ответила, он предложил встретиться, на что я ему сказала, что с незнакомцами не встречаюсь. На что он сказала, что ему нужен друг. Общение продолжилось и понеслось многоточие. Естественно, позже начались признания в любви, что скрывать мне было приятно его общение. Детская непосредственность, внимание. Общались мы ежедневно по видео, аудиосвязи, начиная с пожеланиями спокойной ночи, доброго утра. Меня это затянуло и даже я начала появляться влюбленность какая-то с моей стороны. Так мы прообщались один год в WhatsApp. После нашего знакомства он уехал работать в Q8 менеджером в ресторане. Поэтому у них не получилась встреча в течение года личной. Он активно строил планы нашего будущего, нашей свадьбы. Каждый раз говорил, что очень хочет детей, называл меня женой, пытался познакомиться со своей мамой по видео. Увидел, что это бог свел нас, ревновал меня ко всем, к работе и даже к моим подружкам. Мне это льстило. В общем, моя человек безоблачное будущее. Но все было бы хорошо, если бы не одно «но». В ходе общения выяснилось, что у него после развода его родителей, по его рассказам его отец бил и изменял его матери, ушел к другой женщине, забрав их бизнес, ресторан и из управления в управлении брату женщины, которая ушла и никак не могла его... О, боже, я тут не могу понять, что написано. Из их управления в управлении брату женщины, к которой он ушел и никак не помогал его семье. На этой почве они с отцом не общаются. Несколько лет у него выявилась болезнь, панические атаки с фейковыми ежедневными грудными болями и онемением руки. Врачи никак не могли ему помочь. Если он нервничал, то симптомы усиливались. Поэтому я всегда боялась как-то его расстроить. Если честно, до этого я никогда не слышала про такую болезнь. Три года он употребляет гормоны, кортизон, от чего сильно растолстел. По его словам, ему не хватает гормона серотонина. Плюс у него астма, хотя я не понимала, почему при этом он курит кальян. Свою вспыльчивость, нелюбовь к людям, так он и говорил, кроме тебя, никому не доверяю, не люблю. Вспышки неконтролируемой агрессии даже к близким людям. Он объяснял и оправдывал именно этой болезнью. К примеру, если я не отправила ему фото, сказав, я устала вечно фотки отправлять, он мог обругать меня матом, но потом сразу просил прощения. Если его мама ушла к соседям и не оставила ему ключи от квартиры, мог тоже выругаться нецензурной лексикой о ней. На работе в Кювете ругался с посетителями кафе и его начальством. Ему даже урезали зарплату на 800 долларов из-за этого. Мог дать пощечину официанту, если тот что-то не сделал не так. К слову, о его болезни в Турции знают только его мама и два брата. Еще поводом для сомнений стала его очень плохая реакция на то, что я, оказывается, не собираюсь менять религию в будущем и хочу, чтобы дети были одной веры со мной. Но, поняв, что бесполезно меня к чему-то склонять, сказал, я так тебя люблю, поэтому как ты скажешь. Когда он вернулся из Кювейта в Стамбул, он купил билеты, чтобы лететь на встречу со мной в Украину. Я хотела его увидеть, но я сказала ему не приезжать, хотя не ожидала сама от себя такого. Что-то меня внутри остановило. После его истерики, что мужчины моей нации все алкоголики, наркоманы, не уважают женщин, не любят детей, и что я буду всю жизнь жалеть и лгунья, я его заблокировала. И не общаемся мы уже две недели. Год ежедневного общения сделали свое. Я скучаю по нему. Не могу отпустить. И каждый день думаю о этой ситуации, что обидело его, что ему было больно от моих слов. Я чувствую себя отвратительно, как предатель, что струсила и в последний момент. Я сделала правильное и упустила... Может быть, сделала правильно или все же упустила свое счастье. Мучаюсь уже вторую неделю. Не могу ни есть, ни спать, ни на работу нормально ходить. Спасибо за прочтение. И просили у меня совета по этой истории. Давайте так разберем. Первое. Сначала расскажем о самой ситуации, почему вы себя так ведете, поступили с мужчиной, познакомились. И второе. Немножко о нем хочу поговорить. У вас очень ярко описана вот эта встреча с ним. Я была в нем не заинтересована. Он был мне не нужен. Он каким-то обманом начал со мной общаться. Ну, в плане наврал про историю, что ему нужно какой-то там гид помочь найти такси. Вот эта вот вся история, что он как будто якобы едет в ее город. Короче, с ней где-то, я думаю, в социальных сетях познакомился, потому что не было это сказано. Изначально этот человек вам был не очень приятен, неинтересен, любви к нему не было. И как было ранее написано, он каким-то вниманием, заботой, детской какой-то там непосредственностью заинтересовал. Мне было приятно, когда меня добивались. Короче, общая идея такая. Меня приходилось добиваться, я была неприступной. Это определенная программа вашей, вашей психики, психологии от вашего папы, либо там к вашему образу мужчины, который у вас в детстве был, влиял на формирование вашего мнения о мужчинах, о том, как оно должно быть, отношения. У вас это сформировано, скажем так, с детства у вас заложено, что я должна быть неприступной, любовь нужно добиваться, завоевывать. Это априори любят за что-то. Я вот, например, принцесса, сидящая в замке, а он должен бороться с драконом, чтобы меня освободить, и я уж с ней зайду на него. Это образно, не в прямом смысле, да? Не то, что вы там высокомерная какая-то, нет. То есть само мужчина должен преодолевать для того, чтобы я с ним была в отношениях. Но изначально такой психологический, скажем так, настрой, такое восприятие отношений неверное, потому что это не любовь. Изначально у вас не было искры, у вас это появилось благодаря заботе и вниманию. То есть в вашем понимании мужчину можно любить за что-то, за заботу, за внимание, а не просто так, за то, что он есть, за то, что он не просто приятен. Вот этой искры изначально не было. Мужчина вас завоевал, добивался. Это говорит о том, что ваши отношения, это не настоящее... Как вы неправильно меня поймете, не то, что не настоящая, не чистая любовь, и все прочее. Это может быть со временем прийти, да? Но это говорит о том, что у вас сам механизм немножко другой для начала отношений. Вы начали отношения с нелюбимым человеком, который вам в чем-то там неприятен. Ваша психика, вот когда я эту историю читала, я ее читала первый раз, у меня вот так глаза каждый раз больше, больше, больше открывались. Я вот так челюсть отвисала от фактов, да, что мужчина делает, о нем попозже чуть-чуть. Но когда вы увидели вот эти факты, ваша влюбленность, год вот этого общения, вы получали то, что вы хотели внимания от мужчины, вам нравилось, вы говорили, мне было приятно, что меня ревновало к друзьям, к подругам. Вам вот это нужно. Вам по факту это недолюбленность детства, мужчиной, папой, либо в принципе родителями. И вам, для вас любовь, это когда вам что-то запрещают, что-то не разрешают, когда за вас воюют, когда вас как родители должны муштровать, что-то воспитывают. Вам это по кайфу. Вы такого мужчину нашли, но вы не подумали, скажем так, о втором подводном камне, который может быть, у него болезнь немножко с психикой, какие-то проблемы, агрессия из этого, да. То есть эта муштра, она не просто так к вам, как личности какой-то распространяется. Это его образ жизни, поведение с другими людьми, он себя так же ведет. То есть это не любовь к вам, вы это поняли в процессе отношений, по факту, а в принципе его поведение ко всем окружающим, и что у него какие-то определенные проблемы существуют, которые он прикрывает якобы непонятной болезнью. И у вас сомнение, что вообще эта болезнь существует, да, у вас подозрение о том, что, скорее всего, он просто об этом знает только два брата и мама, что-то какое-то странное, мутное такое все, что такое вообще существует, не важно. И сейчас ваша психика, то есть ваш инстинкт самосохранения, в первую очередь, здравый смысл, который у вас спесь, вот эта влюбленность-то поостыла, и вы понимаете, уже начали, что это все и на вас переключается, не в таком любовном кличе, что вас ревнуют, любят о вас заботятся, а вы понимаете, что это принимает немножко психиатрия, немножко, да, что это перебор уже, это ту мать, что очень грубо, вот вы подчеркиваете по отношению к маме, к маме можно и вас обматерить, и мать свою послать из-за какой-то мелочи, вспыльчивости, все эти прочие дела, вы понимаете, начали, что на вас это распространяется, это больше агрессия, а не забота и любовь. И ваш здравый смысл вас остановил в этой ситуации, вы даже, я не поняла сама, как для себя, я ему отказала, сказала не приезжать. И сейчас у вас, да, идет ломка, которую вы либо переживете, либо нет. Если нет, вы вернетесь назад к нему, начнете общаться, но я вам честно скажу, никогда из этого ничего хорошего не выйдет, от этого мужчины надо бежать, не надо с ним контактировать, это не то, что не ваш мужчина, я никому не пожелаю отношения с таким мужчиной. Вот это отношение, если вы вернетесь, вас будут бить, как он бил папа его, свою маму, изменять и все прочее, вы можете это прощать, если у вас сценарии схожие, это перейдет в тиранию, это конкретный тиран, жалейте вам о том, что у вас здравый смысл, это ваш колокольчик, который бессознательно вас остановил, вы еще это не поняли и не осознали. Вот я вам говорю сейчас, это подтверждаю, что задумайтесь, вы не просто так ему отказали в этой встрече, вы поняли, что ничего из этого хорошего не выйдет. Я вам это сейчас подтверждаю, это совершенно верно. Почему я бы вообще не советовала с ним общаться, пусть если ему нужно, если у него в порядке с головой, нет психиатрии в этом, пусть он найдет женщину, которая будет, этот сценарий, которая захочет этих головников, этих проблем, для вас главный образ неуважения женщины, это его матери, как он с ней обходится, вы бы себе так хотели, чтобы вас так же не заставленные ключи материли, вдоль и поперек вам это надо, чтобы он не просто официанта где-то там ударил на работе, что его не останавливает и вас ударит, то есть все, что делал его папа, как вы видите, он делает то же самое, вам это нужно? Мне кажется, нет. И я вообще считаю, что этот мужчина, человек, он опасен в физическом даже плане для вас, он может вам навинести физический вред, не говоря уж о моральном. если вы хотите зависимых, таких сложных, садистических, с какой-то точки зрения отношений, вы к нему вернетесь, вас это и манит, вот это внимание, забота, тирания, вам, значит, это нужно, чтобы с этим побороться, вам психологу, короче говоря, надо идти. Если вы, я вообще не советую возвращаться и постараться самой с этой ситуацией, справиться без помощи специалиста. по поводу этого мужчины, да, такое заболевание, которое вы называли, оно есть, панические атаки могут быть, насколько это правда и неправда, я считаю, что, ну, 50-50, может быть, он реально прикрывает и утрирует свое состояние, что это болезнь, какой-то точки зрения, да, это болезнь, проблемы с психикой у человека, есть неконтролируемая агрессия, вот честно, я бы его не к психологу, его надо к психиатру направлять, смотреть сейчас, что с ним происходит, потому что, да, есть такие странные, неуправляемая агрессия, такие вспышки, не только гнева, это расстройство больше психико-психическое, я думаю, что это может быть в чем-то наследственное от его папы, вполне очень возможно, такой вариант, что и у папы что-то немножко не то было с головой, его поведение, и я так скажу, что какой-то минимум, хотя бы уровень минимальный, у него проблем с психикой, либо психические какие-то заболевания, но свое, не то, что он прям не может с этим состоянием бороться, он не хочет, он, может быть, утрирует и притягивает на себя одеяло, как бы защититься, типа, я не хочу с этим бороться, я нормальный психический человек, просто я болею, у меня просто астма, у меня просто атаки, это, вот видите, вина папы в этом виноват, я вот с детства это наблюдал, вот на фоне развода родителей у меня эти проблемы начались, я так считаю, вы не спасатель, вы не психолог, вы не психиатр, пусть он сам взрослый мальчик разбирается со своими проблемами, идет к врачу, вам в это засовываться, скажем так, лезть вообще не нужно, это не ваша история, вас это не касается, личной встречи у вас с ним не было, вы просто вот общались, тяжело, может быть, да, вы влюбились, и все такое, вы уже в голове там планов себе понастроили, вы с ним уже там замужем, у вас трое детей, но нет, это не счастливый брак, это никогда счастливым, пока он не решит свои психологические, психиатрические проблемы, любая девушка, не только вы на вашем месте, любая окажется, никто с ним не сможет составить нормальных, здоровых отношений, потому что человек, на мой взгляд, болен, и надо сначала либо пить какие-то препараты, успокаивающие, контролировать агрессию, проходить курс терапии, курс лечения, медикаментозный, тогда с этим человеком можно будет что-то думать, жить, расти детей, рожать от него, потому что в данный момент он опасен и физически, и моральный вред вам нанесет, я вообще считаю, что с ним контактировать не нужно, просто примите как опыт, и ваша психика вас остановила от того, что может быть для вас еще большим вредом, имейте это в виду, поэтому хочется написать, переключайтесь, миллион мужчин вокруг ходит, на нем свет клином не сошелся, но я знаю, почему у вас на нем свет клином сошелся, потому что вы ищите себе мужчину такого опекающего, только и понимаете, что когда мужчина заменяет такую роль отца, и ревнует, и много чего не разрешает, и такая забота у него, опека над всем, и вторая сторона, оборотная, которую девочки не хотят видеть, либо не знают о ней, это тирания, это вот такая узкая дорожка, где до тирании, до избиения и всего прочего, очень маленький шаг можно сделать, и балансировать на этом очень сложно, лучше сразу уградить себя от подобного рода людей, которые составляют такую угрозу, надеюсь, вам видео, вот напишите мне лично в сообщениях, помогло ли вам мое видео, потому что ваша история меня очень сильно, скажем так, затронула, мне стало вас жалко, я поняла, что мне кажется, я могу вам помочь в этом плане, вот сняв это видео, успокоить вас, не надо туда возвращаться, вас там ничего хорошего не ждет, девочки, пишите ваши комментарии по этому поводу, если у вас были похожие истории, напишите, пожалуйста, и лучше дайте советы девушке, как переключиться из этой ситуации, потому что вот этот разрыв недавно произошел, и ей нужно определенное время на восстановление, буду ждать, и девушка будет ждать ваших комментариев, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok